Диана Гурцкая Дети провели время в Орленке, расскажет Леана Коблева. Договорительный фонд помощи детям с нарушением зрения по зову сердца Дианы Гурцкая – Всероссийский детский центр «Орленок». В первые дни смены ребята знакомятся с детским лагерем, его природой, архитектурой и дендропарком. В этом им помогают педагоги и вожатые детского центра. Наша задача как педагогов, конечно, во-первых, заключается в том, чтобы подарить детям Орленок, подарить им лагерь. Мы подходили к каждым предметам, деревням, к листикам, все трогали. Ребята очень эмоциональные, очень открытые. Даже, я бы сказал, они очень сильно приспособлены к жизнедеятельности в таком виде, в котором им приходится. Они очень творческие, талантливые. В Орленке ребята не просто отдыхают, а занимаются хореографией, вокалом, играют на инструментах и читают стихи. На кружках в доме гончара знакомятся с технологией лепки из глины. Все, что ребята сделают в Орленке, увезут домой. Я делаю маме подарок, для того, чтобы ей цветы посадить. Трогаем, получилось? Да. Отлично, в стороне шло. А на занятиях по декоративно-прикладному творчеству педагоги учат ребят создавать мягкие игрушки, объемные открытки и даже расписывать ткань в индийском стиле. При помощи обычных камешек и ниток мы завернули, взяли как гусеничку. И сейчас мы просто раскрашиваем. Мне очень нравится. Всегда хотела попробовать роспись. Вот знаешь, они, вот эти два цвета, вот здесь похожи. Вот они практически одинаковые. Красный, желтый. Весь наш педагогический коллектив получает огромное удовольствие работать именно с этими ребятами, потому что у них настолько свежее эмоциональное восприятие всего. Таких радостных, открытых, отзывчивых ребят не так часто встречаем. Мне очень приятно. Мне зовут Полина. Ой, Лолита. Очень приятно. Одаренные ребята с нарушением зрения взаимодействуют с орлятами из разных регионов России. Педагоги-психологи Орленка проводят на занятиях тактильные игры. Мальчишки и девчонки в полной тишине при помощи рук учатся узнавать друг друга. Каждый передает свои эмоции и настроение, рассказывает о себе. Разговор руками дает понять, как выглядит сверстник и какими обладает человеческими качествами. Для обычных детей, как для нас с вами, достаточно непривычно. Вот сейчас мы хотим создать им условия, чтобы они почувствовали себя в роли этих же детей и поощущали немножечко не так, как это происходит обычно. Обратили внимание на свои ощущения. Они трогали ручки, обчугали каждый пальчик, трогали именно что-то у меня на руке было, а потом описывали, какие руки им больше понравились. И так вот сейчас я продолжаю с ними общаться также, здороваемся. Мы сейчас дадим возможность вам подругать. В Орленке ребята посещают библиотеку, где сотрудники проводят литературные вечера. Здесь можно также выбрать любимую книгу шрифтом Брайля. Специальные книги с плоским начертанием знаков дают слепым людям возможность научиться читать и писать. Там много сказок всяких. Мне просто надо было посмотреть. И вот я маме сказала, а почему бы не взять книжку? Ну, мама согласилась вроде. Она спросила у библиотекаря разрешение. Ну, когда ехали в Орленок, я переживала, что здесь не будет брайлевских книг, потому что все равно это очень такая специализированная литература. Очень обрадовались, увидев книги брайлевские. У меня дочь очень обрадовалась, что есть что почитать. Да, выбор есть. Спасибо Орленку за это. Адалина Кюрджиева из Тюмени поет с четырех лет. В 2015 году выступала на слепых прослушиваниях вокального проекта первого канала «Голос дети». Тогда звезды к ней не повернулись. Но это только помогло девочке двигаться дальше и добиваться успехов в творчестве. Неудачи, они вдохновляют еще больше бороться, еще больше идти дальше, идти на поставленные цели, которые у тебя будут. И, возможно, я пойду, когда буду совершеннолетней, мне будет 18-19 лет. Возможно, я подам заявки во взрослый голос. Сколько раз покинулся у нас кто? Я 20. Молодец. Важная составляющая программы в Орленке – оздоровление. Ребята посещают занятия по лечебной физкультуре, где выполняют упражнения для улучшения координации движений, ориентирования в пространстве, исправления осанки. За ходом занятий наблюдают родители, перенимают опыт. Ногу на пол, другой на ковер. О, нашла. Молодец. Любая мама хочет, чтобы ребенок не только получил какие-то полезные, познавательные, ощущения. Ну и прежде всего мы же оздоравливаем их. Нам это важно. Любой маме важно. На групповых и индивидуальных занятиях в бассейне «Орленка» олимпийского стандарта ребята учатся плавать. Многие из них впервые в бассейне, поэтому профессиональные инструкторы объясняют подробно, как вести себя в воде. Есть и опытные пловцы, например, как Даниил Хачатуров. Плавание я, получается, занимаюсь два года. Хочу потренироваться, хочу подучиться, хочу достичь лучших результатов. Я не первый день в этом бассейне. Мне тут очень нравится, тут комфортно. Даниил Хачатуров – борец с детства. В три месяца у него обнаружили онкологическое заболевание. 30 наркозов, 17 химиотерапий и 4 сложных операции. Все это мальчик пережил благодаря поддержке мамы. Сегодня помимо плавания он учится играть в шахматы, изучает английский язык, сочиняет стихи и песни. Занимается в музыкальной школе вокалом, играет на фортепиано и баяне. В творческой копилке и награды за участие во всероссийских конкурсах и фестивалях и выступления с Дианой Гурцкой на одной сцене. Мой ребенок изначально был активный, он был борец, потому что когда мы лечились, мне было тяжело. Я понимала, что я не могу быть слабой, потому что он сильный. И мне приходилось вот все это перебороть для того, чтобы помогать ему. Весна идет, весна идет, вот сколыхнулся небосвод. Своё авторское стихотворение Азад Закиров читал много раз, но для актрисы театра и кино Елизаветы Арзамасовой читает впервые. Удивляет Лизуя Садула Мерзаев своей виртуозной игрой на барабане. На встрече также ребята задают вопросы о жизни и творчестве актрисы. В первом выходе на сцену, о трудностях озвучивания и как побороть волнение перед выступлением. Чтобы понять, как выглядит актриса, каждый желающий мог взять ее за руку. Завершается встреча общим фотографированием на память. Впечатления прекрасные, ощущения аналогичны. Я считаю, что эта встреча внесла огромный вклад в мое саморазвитие. Эти встречи, они абсолютно вдохновляют. И мне так всегда хочется, что я сейчас обязательно позвоню, расскажу маме. Вот это вот прошла встреча, потому что они какие-то удивительные. Я так рада, что у меня есть такая возможность общаться с ребятами. И что они вот так были расположены в разговоре. Это, конечно, тоже я им за это очень благодарна. Как живет начальная школа? Как чувствует себя в господинке? С ребятами занимаются приглашенные специалисты школы-интерната имени Грота из Санкт-Петербурга. В рамках смены проводят мастер-классы для взрослых. Родители и педагоги знакомятся с формами взаимодействия, которые позволят стать активными участниками образовательного процесса. Поможет им разнообразить свое восприятие детского мира, узнать те особенности, с которыми они могут сталкиваться, и те возможности, которые дает образовательное учреждение не только в рамках учебной деятельности, но и в рамках неурочной деятельности и системы дополнительного образования. Она очень любила и уважала мирового поклонного дедушки. Ребята участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы. На вечернем огоньке рассуждают о том, кто такой герой. Делятся историями о дедушках и бабушках, которые прошли войну. На концерте поют песни, читают стихи о Великой Отечественной. Дедушка служил на войне, и он прошел всю войну от начала до конца. День Победы – это очень важный праздник для всех тех, кто живет сейчас в наше время. Провести эту смену и сделать ее такой инклюзивной и эксклюзивной будет возможной и под силу, наверное, только педагогическому составу и специалистам Орленка. Проблема социализации ребят с ограниченными возможностями здоровья, необходимость приобщения к искусству, трудоустройству и развитию фестиваля «Белая трость». Об этом говорят на совещании с руководством Орленка, педагогами и участниками проекта, представителями Министерства образования и науки России. На встречи подводят итоги смены импульс творчества и говорят о перспективах развития программы. Было бы, наверное, правильным, содержательно наполнить эту смену еще и общением педагогов друг с другом на наши профессиональные темы. Поэтому одним из решений, которые мы сегодня приняли, обсуждая с коллегами, с педагогами, с родителями, о том, что в рамках инклюзивной смены следующего периода, следующего года, мы обязательно подготовим и проведем большое всероссийское совещание для педагогов и руководителей наших специальных коррекционных образовательных учреждений, в которых обучаются дети с нарушением зрения. В моем детстве людей с особенностями никогда ни в какие лагеря никуда не брали, потому что не знали, как с ними работать и что с ними вообще делать. И то, что эта смена состоялась, и то, что Орленок не побоялся наших детей, и то, что Орленок готовился, это самый главный и самый важный плюс. Подарком для участников смены стала встреча с Дианой Груцкой. Певица рассказывает о благотворительном фонде «Позову сердца», о своем творческом пути и вере в себя. Мальчишки и девчонки задают вопросы о жизни певицы, чем она увлекается, какие оценки получала в школе и как начинала свой путь на большую сцену. Так здорово, что вот случилась инклюзивная смена в Орленке. Это такая поддержка для детей. У этих детей есть не только я, а и вы. И они есть у нас такие замечательные. Эти дети – это наш завтрашний день. Я их безумно люблю, и я болею за них. Я горжусь, что они есть у нас такие потрясающие. Кульминация смены в Орленке – гала-концерт, к которому готовились не один день. Ребята с нарушением зрения выступают с вокальными, инструментальными и хореографическими номерами вместе с остальными участниками проекта. Всех участников смены награждают грамотами и орлядскими сувенирами. На концерте также были отобраны ребята, которые станут в этом году участниками фестиваля «Белая трость» в Москве. Спасибо ей огромное за такой замечательный подарок, за то, что мы сейчас находимся здесь, в этом зале. Могу поздравить свою дочь с тем, что она поедет в Москву. Приобрел очень много друзей, очень понравилось мне в Орленке. Завершается гала-концерт песни Дианы со всеми ребятами. Инклюзивная смена, импульс творчества станет в Орленке традиционной. И уже в следующем году творческие одаренные дети с нарушением зрения вновь вернутся в страну детства. Дианы со всеми ребятами. Леона Коблева, Дмитрий Грешин, телеканал Орленок ТВ.